Что такое самый произвольный треугольник? Когда вам говорят, нарисуйте произвольный треугольник, что вы в таком случае рисуете? Я понимаю, что треугольник. То есть уж точно у него должно быть треверши. А теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, вот такой треугольник произвольный или нет? Да. Произвольный. Но с другой стороны, смотрите, у него же известь 90 градусов. Прямоугольный. Он прямоугольный. А разве можно сказать, что прямоугольный треугольник любит? Хорошо. Это плохо тем, что он прямоугольный. Наверняка какие-то законы верны только для прямоугольного треугольника и не верны в общем случае. А если нам сказали, нарисуй произвольный треугольник, наверное, такой издавательный разум. Хорошо. С другой стороны, если нам сказали, нарисуй произвольный прямоугольник, наверное, будет так. Я пишу. Прямоугольный. А теперь давайте представим себе, что я рисую другую картину. Например, какой? Как вы считаете, этот треугольник? Он равноведный. Значит, он непроизвольный. Правильно? Он непроизвольный. У него вот эти две стороны равны. И опять-таки, наверняка какие-то законы, которые верны для равноведного, будут для любого треугольника не верны. Хорошо? Давайте еще посмотрим, что бывает. Ну, попытаюсь нарисовать треугольник так. Попытаюсь нарисовать треугольник вот таким вот образом. Как вы считаете, он любой? Да, нет. Это тупой уголь. Да, вдобедренный. Он тупоугольник. Отлично. Он тупоугольник. Но секунду, а тупоугольник, это раньше плохо? Дело в том, что вообще любой треугольник, он или остроугольный, или тупоугольный. Чем плохо этот треугольник в качестве любого? Он вдобедренный тупоугольник? Да. Какой треугольник можно отнести в какой-то категории? Нет, ну что значит в какой-то категории? Остроугольный треугольник – это очень такая широкая категория. Нет, понимаете, если вы будете делить людей по принципу, вот этот человек – это академик, вон тот человек – это не академик, то это деление будет не вполне правильное. Дело в том, что когда мы делим людей мужчины и женщины, то примерно половина человечества мужчины, примерно половина человечества женщины. А когда мы делим людей по принципу академик, не академик, то уж слишком мало академиков на свете. Понимаете? Почти любой человек, ну давайте, поднимите руки, кто здесь академик? Ни одного не оказалось, да? А вот ни одного. Кстати, сегодня академик здесь будет. Идет Сергей Владимирович Конягин, в 4 часа 45 минут, он прочитает лекцию. Обещает очень трудную, но тем не менее. То есть, даст наш классник, академик здесь сегодня появится. Ну, во-первых, это у нас бывает не на каждом занятии, совсем не на каждом занятии. А во-вторых, все-таки, да, то есть один человек, как есть, большого-большого количества пришел. Это не называется настоящая классификация. Нет, ребята, на самом деле мне вот эта картинка неинтересна не потому, что он только угольный, а потому что что? Я просто объясню, что он не угольный. Нет, нет, не любой, да. Потому что у угольных, с которыми есть тупые углы, гораздо меньше угольный. Нет, неправда. Вот это неправда, да? Он равноведренный. Он равноведренный. Ребята, посмотрите, пожалуйста, у него вот эти на самом деле отрезки равны. Поняли? Этот треугольник равноведренный. Я поставлю уже строго математическую задачу. Я сразу скажу, я, наверное, не смогу решить все варианты. Кому интересно, посмотрите статью. Она прямо так и называется. Самый произвольный треугольник. Боицы клоперии. Там много вариантов разобрано. Но сейчас я... Посмотрим, как это вам получается. Сейчас начну, пожалуй, с самого простого. Я задаю себе вопрос, что такое самый треугольник, прямоугольник, треугольник. Сразу скажу ситуацию. В задаче о том, что так это самый-самый-самый, крайне важно четко сформулировать критерии. Например, если мы поставим вопрос, кто из присутствующих самый молодой? У нас есть присутствующий, кто-то самый-самый-самый молодой. Отлично. Это один критерий. Ставим задачу, кто из присутствующих самый тяжелый. Больше всего есть. Ставим задачу, кто из присутствующих самый высокий, кто самый низкий и так далее, и так далее. Ребята, по каждому критерию свой ответ. Поэтому не бывает просто самый-самый. А бывает... А, кстати, иногда и не бывает. Иногда, возможно, ситуация, когда по некоторому критерию нет вообще ответа. Но среди людей такого, конечно, не бывает. У людей конечное число. Значит, как только вы конкретно формулируете вопрос, в конечном множестве обязательно найдется, да? Тот выше чего нет, или там толще чего нет, или там краснее чего нет и так далее. А вот в бесконечном множестве, у вас, разумеется, может возникнуть ситуация, что самый-самый прямоугольный треугольник, у которого острый угол самый маленький. На самом деле, такой треугольник есть. Потому что, если вы берете прямоугольный треугольник, в котором круг был маленький, то вы запросто можете эту точку еще дальше отвести, и вы прекрасно понимаете, что он состоит еще меньше. Согласны? Да. Значит, важно сформулировать критерию. Кстати, как вы считаете, вот такой треугольник, он похож на самый треугольник? Нет. На самом деле, нет. Потому что понятно, что вот такого треугольника, вот эти две стороны очень близки друг к другу, и, соответственно, вот эти углы, вот это строго 90, а это почти 90. Неинтересно. Давайте я в качестве самого произвольного треугольника возьму вот какой треугольник. Вот здесь прямой круг. Здесь величина альфа, здесь величина бета. Так, все понимают, альфа плюс бета – это 90 градусов. Так вот, я хочу, чтобы разность этих углов была бы как можно больше. Как можно больше – это максимум. Максимум разности бета и альфа. Пожалуйста, все запишите эту форму. Альфа меньше, чем бета, бета меньше, чем 90 градусов, и при этом альфа и бета в сумме дают 90 градусов. Вот мы с вами получили... Так, угол задачи. Да, что? Можно, чтобы это было 83, альфа? Нет, я не говорю про решение. Мне сейчас интересно. Помните ли вы вы установку задачи? Можно точку, на которой угол альфа отодвинуть дальше? Сейчас меня интересует не попытки решать эту задачу. Меня интересует, поняли ли вы, о чем сейчас разговорились? У нас есть сначала жизненное правление. Найти альфа и бета, чтобы треугольник был как можно более похож на произвольник. Смотрите. Когда вы рисуете любой треугольник, то согласитесь, что у вас есть понимание, что вот эта картинка, то есть любая, а вот этот треугольник, ну, какой-то особый, особый, особый. Ну, одно дело ваше представление об этом, а другое дело точная постановка задачи. Между прочим, это всегда так, когда вы пытаетесь применить науку жизни, то у вас есть, ну, у вас есть мечта, чтобы я хорошо шил, да? Замечательно. Вот, замечательно. У вас есть такая мечта. Ну, невозможно же решать такую-нибудь матчическую задачу, правда? Поэтому вы ставите какую-то конкретную задачу. В данном случае найти такой треугольник треугольник и треугольник, чтобы разность, точнее, модуль разности. Что такое модуль? Все знают? Да. Модуль минус 8, это сколько? 8. Модуль, это когда отбрасываешь знак, да? Модуль числа, это само число, если число положительное. Модуль нуля, это 0. Модуль отрицательного числа, это число взятое с одного ного. Модуль минус 8, это 8. Да, это минус минус 8. Отлично. А вот теперь вопрос. Кто может рассказать решение этой математической задачи? Итак, среди всех пар альфа-бета, где альфа меньше, чем бета, ну, я написал альфа меньше, чем бета, для того, чтобы модуль на самом деле не имел значения, потому что тогда разность положительная и модуль это то же самое, что саморазность бета-канус альфа. Среди всех таких пар выбрать ту пару, чтобы бета-канус альфа было как можно больше. Сможете или нет? При уменьшении альфа увеличивается бета. При уменьшении альфа увеличивается бета. Да, что? Уменьшивается бета. Если целый, то мы не сидели плюс один. Если с долями можно, то задача не решает. Правильно. Отлично. Отлично. У этой задачи просто нет решения. Хорошо, что это собрать. У этой задачи просто нет ответа. Мы поставили математическую задачу и вдруг выяснилось, что у нее просто нет ответа. Потому что надо брать альфа как можно меньше, но не бывает такого понятия самое маленькое положительное число. Потому что для любого положительного числа есть еще меньше, что есть у половины. Наша математическая модель просто не верна. Кстати, так в жизни часто бывает. Ну давайте я из жизни пример приведу. Может быть слышали, было такое понятие майские указы Путина. 2012 года. Это было вот что такое. Всем, ну дальше, в каждой записи перечитаясь, в том числе ученые, обеспечить повышение зарплаты примерно в два раза. Отлично. Всегда приятно, когда кому-то повышают зарплату. А дальше ситуация. Дело в том, что деньги-то вообще-то в стране тратится совсем не другое. На бомбы, на войну и так далее, и так далее. Но ничего на эти деньги реально больше не стало. И поэтому ровно при тех же бюджетах нужно, чтобы увеличивать. А решение, и проблему решают очень просто. По всей стране ученых массово переводят на половину ставки. То есть, просто приходит приказ. Всем ученым такого заведения всем написать заявление о том, что они добровольно переходят на ту же самую работу за половину зарплаты. Поняли? Количество денег не меняется, количество работы, которую люди выполняют, не меняется, но по отчетам они теперь работают не полную ставку, а половину. А значит, зарплата у них увеличилась в два раза. То есть, смотрите, математическая модель в этом случае привела к тому, что, что называется, люди удивлены, что вынуждены подписывать заявление о переходе на половину заклад. На самом деле, такое очень честно. Когда вы ставите, ну, другой пример, скажем, некоторое время назад оснастили уборочные машины глонасс-трекерами. Казал, благая идея. Мы поставили на каждый трактор маячок, который связывается с космосом. Значит, в результате у нас про каждый трактор известно, как он ездит. И тот, кто больше ездит, это значит, он больше убрал, значит, молодец, мы ему выпили свою премию, а там, кто мало ездит, значит, соответственно, отлично. Я не знаю, кто из вас видел такие сцены или нет, трактор поднимает свою щетку и начинает наматывать круги. Понятно, да? Понятно, почему? Потому что перед водителем поставили задачу. Ты должен за день проехать максимальное расстояние. А дальше понятно, Потому что если человек честно убирает, то он должен как-то там этой своей щеткой выискивать, где грязь, ну, там, понятно, в зависимости от времени года, где это. Сейчас, осенью, это была просто грязь и так далее, он должен не вести, он должен маневрировать, он должен как-то это счищать, и это долго и сложно. А другой его товарищ просто включает скорость и по проспекту начать километраж наяривает. Без всяких щеток просто сотни километров в день и получает другую зарплату. Понятная идея, да? То есть, когда вы ставите перед какой-то системой задачу, то важно понимать, что надо поставить правильную задачу. Потому что, если вы поставили задачу чуть-чуть и изменялись, то последствия могут быть самые грустные. Итак, этот вариант категорически забракован. Потому что у него нет решения. Точнее, решение получается какое-то вытянутое в предельную это неправильно. Ребята, надо, чтобы этот вот угол не был бы слишком маленьким.